Добрый день, дорогие друзья! Сегодня состоялся президиум федерации футбола Тверской области, на котором обсуждались многочисленные вопросы. Самый главный, наверное, который вы ждете, это дата начала чемпионата и первенства. На данный момент у нас пока разрешения официального нету, но мы планируем, скорее всего, начать свой чемпионат и первенства, начиная с 25 июля. Если только разрешение получим, мы сразу начнем. Если получим раньше, значит мы начнем раньше. На президиуме обсуждались вопросы со схемой проведения чемпионата и первенства Тверской области. В чемпионате на этот год играют 12 команд. Система проведения будет швейцарская, при которой сначала на первом этапе команда будет играть в один круг. Календарь будет делаться, исходя из занятых мест прошлого года. При этом команда СНК Олимп – это 11-я команда, команда звезда Борт-Насташков – это команда 12-я. При этом мы сохраняем спортивный принцип. Команды, которые заняли в том году с 1 по 6 место, они на первом этапе сыграют 6 игр дома. Команды, которые заняли в том году с 7 по 12 место, сыграют 5 игр дома. Как только разрешатся первый этап, на втором этапе команды будут разбиты на две группы, исходя из занятых мест на первом этапе. При этом образуют две группы с 1 по 6 и с 7 по 12. При этом очки, которые команда заработает на первом этапе, они сохранятся. И в дальнейшем каждый из групп, каждый команд сыграет каждый с каждым в один круг. Но при этом, если команда играла на выезде, то во втором этапе она играет с этой же командой, но дома. Схема проведения первого дивизиона, это у нас 20 команд. Они будут разбиты на 4 группы по 5 команд, исходя из территориального принципа. В дальнейшем будет выходить в 1-8 стадии плей-офф по 4 команды из каждой группы. При этом первая команда, которая займет место в группе, будет принимать 4 команду из другой группы. Например, первая команда группы А играет 4 команды группы Б, а вторая команда группы А принимает 3 команды группы Б. Это сделано в спортивном путь, чтобы у команд была задача как можно лучше сыграть в групповом этапе. В дальнейшем будет 1-4, она будет проводиться с слепым жребием. Также будет проводиться и полуфинал, и финал будет проводиться на нейтральном поле. Второй дивизион будет проводиться в 2 круга, каждый с каждым. На данный момент у нас там сейчас 5 команд. Также принято решение, что в чемпионате 2021 года в высшем дивизионе будет участвовать 14 команд. На этот год из первого дивизиона в высшем дивизионе будут напрямую выходить 2 команды. Выходить 2 команды и вылетать из высшего дивизиона будут через переходные игры. Получается, что 12 команда будет играть с 3 командой 1 дивизиона, а 11 команда высшего дивизиона будет играть с 4 командой 1 дивизиона. При этом 12 команда поедет на выезд к 3 команде 1 дивизиона, а 11 команда будет принимать команду 4 дивизиона. Также мы решили, что кубок Тверской области в этом году финал не будет проводиться 8 августа, но мы просто не успеем это сделать физически. Кубок пока даты финала нет. Сейчас заявилось 26 команд, они будут играть начиная с 1-16 и скорее всего финал состоится примерно в конце сентября. Какой дате перерывочек мы пока еще не знаем, решим решиться для этого в дальнейшем. И самый главный вопрос, который обсуждался на президиуме, он был самым насущным, это проведение первенства среди юношей. На этот год принято решение, что мы дадим командам выбор, выставлять юношей, либо не выставлять. Какого возраста они, если захотят выставлять, то возраст они в принципе могут выбрать сами. Но при этом мы готовы проводить как первенство 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, но и первенство 7-го, 8-го, 9-го, 10-го года среди мальчиков в 4-х зонах по оплате ритального принципа. В дальнейшем вы ждите всех сообщений ВКонтакте, в соцсетях, на нашем сайте. Как только у нас будет официальная информация о начале проведения, мы сразу ее разместим. Всех представителей мы обзвоним и наконец-то мы сможем начать свой чемпионат и первенство. Давайте немножко сохраним терпение. И я думаю, что 25-го июля все-таки такая дата, что мы все начнем. До скорых встреч!